Веска Головинцы Гомерского района. Сюня тут зарегистровано, каля 350 думы уладанню. Ямаль у 70% з'их – девчие печи. Гэта молодь отдае перабагу газовому обсталяванню. Люди больш сталага узросту, от печи у адмавляцца не спешаюцца. Перабажная большасть до их эксплуатации подыходзец у адповедности с потребованиями правилу техники безпеки. Але пожары у весках по ранейшему редкостю не з'являюцца. Калиб неумешальництва наглядальной комиссии, гэты дум мог бы сгарэц яшы некалькі месяцев тому. Госпадыня Татьяна Якименко не утойвая, пэлный час жила у іншым доме, а таму гэты и пабудовой практична не займалася. Як выник, пришлося прикласти значный намаганник, каб привести усе у парадок. Идах адрамантоваць, и электропроводку змянить, и печь у парадок привести. На кухне там кусочек потолка обвалилась. Как бы я проживала с мужем, ну как бы там все делали, а здесь никто не смотрел за домом. Пришлось очень тяжело. Основная нагрузка по проведении месячника бяспеки на наглядальных комиссиях, у складе яких проставники усіх контролючих структур. От супрацовников милиции и МНС до газовой службы и энергетиков. Особливая увага – домоуладанням, у яких проживаюць непауналетні. Неабходно гарантоваць их бяспеку. У агульной колькости пожаров узгаранні от неправильной эксплуатации печьу складаюць каля пяти проценту. Але і гэту ілліжбу можна зміншаць. Калі размова іде обжитцях людзей, дробя зё быць не павінна. Обычно тогда происходит не из-за неисправності пищи, а из-за неправності експлуатации. Хотя всем напоминаемо об этом. Где-то вони не посмотрят дымоход, не почистят. Хотя, якщо нормальними дровами, говорят, топить, то його і чистити все время не треба. Где-то не посмотрят, не поштукатурят, не побелят. Хоча білити – це теж для красоти, а з іншої сторони, побелки – це нужна, необхідно, для того, щоб чоловік вовремя увидел трещину в дымоході по дыму, выделяющимся, і предпринял меры, соответственно.